Книга «Открытым оком», третий том. Вопрос 1114. Взаимоотношения. Матфея 13, 57. «И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророка без чести, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Объясните, пожалуйста, этот стих». Отвечает Игнатий Тихонович Лапкин. «Каждое селение, город чтут своих жителей, чего-то добившихся в жизни. Дважды и трижды героям ставят бюсты, мемориальные доски, заносят на доску почета. Если этот правитель живой и обладает чувством благодарности, совестливый, то к нему его земляки обращаются за помощью и ходатайством. Он в чести, его почитают. Но когда дело касается духовной стороны, кто-то становится пророком, религиозным проповедником, учителем. По такому человеку, как необыкновенному, оказывают честь всюду. Он не просто возвысился сам, благодаря своему упорству, трудолюбию, таланту, а его возвысил Бог. А это событие из ряда вон выходящее. Хотим мы этого или не хотим, но все-таки приближенность к Богу более значима, чем приближенность к царю. И домашние его земляки начинают ревновать о его славе. Да кто он такой? Мы знаем его жизнь с детства. Он с нами рос. Мы вместе учились. Припомнится все о нем, что было и не было. Его шалости, пропуски, грехи, слабости. Все это есть в каждом. Но каждый думает, почему он? Чем он лучше меня? Тут что-то не так. Он просто самозванет. Шулер, неудачник. Он ничего не смог добиться. Не закончил даже университет. Не создал семью. Собрал каких-то последователей. Все это обман. Пусть он явит здесь чудо, чтобы мы поверили. А то распускают о нем всякие небылицы. Вот об этом Господь и сказал.